Здравствуйте, меня зовут Сева, это группа GLOM. Привет-привет. Друзья, вы знаете, мы вообще проставились как группу, исполняющую смешные и веселые песни, но вы знаете, сейчас в мире происходит столько стратегии, столько плохого, что мы решили начать наш концерт с серьезной песней, посвященной актуальным политическим событиям. Прошу вас. В мире кризис, всюду конфликты, экономики не сочтены. В нищете живут миллионы, мы на грани глобальной войны. Бесконечная ложь на экранах, все газеты тревогу трубят. И когда невозможно больше терпеть, а власть упорно молчат, я надеваю сапоги, беру корзинку, острый нож, и за грибами в ближний лес, уж более он хорош. Там белые лисички, валу и маховик, они поинтереснее, чем правда и нюзвык. Снова на балканах куча кровавой, ну и пусть для меня трагедия, червивый черный грусть. И все равно мне, если в думу красные прошли, уведут красные пошли! Ледники очень скоро растают, и под воду уйдут города. Уничтожат природу и климат, нефтяное пятно навсегда. Нам Иран украшает войною, ждет Европа кровавой погрозной. Астероид столкнется с землей, и все мы скоро умрем. Но перед этим мы засушим опенков и маслят, Горькушек, сыроежек, серушек и козлят. Пусть падает комета, и пусть погибнут все, Но главное, чтоб где-нибудь не в лесу полоте. Жарит соли, маринует, варит суп грибной, На весь 2015-й нам отец головой. Мы встретим апокалипсис среди берез и лип. И сразу же нам не оберни, он бросит тоже гриб. Ну-ка, повторяй со мной, какой хороший, какой плохой. Белый! Да! Поросиновик! Да! Лисичка! Да! Ложная лисичка! Да-да-да-да! Горькушка! Солентья! Ежовик! Ще! Так, теперь мы! Белый гриб! Поросиновик! Лисичка! Ща-ша! Альпокалипсис! Сегодня! Сызра! Я иди! Вот вам они, политика, от группы Глоб! Ха! Спасибо! Как вы понимаете, мы вам жестко наврали, и мы не будем трогать ни политику, ничего. Будем петь смешные песни, веселиться и радоваться вместе с вами. Следующая песня посвящается... Сейчас сами все поймете. А вот уже так? Да. Конечно же, нашему и вашему любимому мультипликационному персонажу. Он сиренев и умен, В нюшу с первой серии влюблен. Бараш, бараш, Циркулем округлен. Голос на ВГ похож, И в 3Д особенно хорош. Бараш, бараш, Ты круче, чем крош, Ты был кумир и герой, Ты был мой эталон, Пока не появился он. Лосяш, лосяш, С красивыми ходит рогами. Лосяш! Им легко дать имена, Вариантов в общем-то хрена. Гуляш, лаваш, И кюфта бюсбаш, Карандаш и фюзеляж, Стаж, литраж, Минтаж и сколько дашь, Караш, кураж, И группа Мираж. Уже снимают фильм, Тимур с Никитой вдвоем, Уверен я, сыграем в нем. Гармаш, гармаш, Смешались пробитанной водкой. Гармаш, гармаш, Говорит Сергей Гармаш. Эти смешарики, Они же захватили все, Все, рынок, казино, Гостиницы, все у них. И это в трех, в трех минутах ходьбы от лумянки. Веселое это занятие, Придумывать смешариков. Давайте с вами попридумываем чуть-чуть. Все, что любак, Оканчивается на аж. Давайте подумаем. Придумаю сейчас Шиномонтаж. Смешные развал нисхожденье. Караш, Караш, что это? Это фильм Эльдара Рязанова. Агурваш, Агурваш, это кто? Никто его толком не знает. Бараш, В колонии срок мотает. Фу-ра-бу-ти-ра-бу-ти-ра-бу-ти-ра-бу-ти-ра. Фу-ра-бу-ти-ра-бу-ти-ра-бу-ти-ра-бу-ти-ра. Спасибо. Ну что же, Наш концерт постепенно подходит к концу, И в завершении мы хотели бы сыграть Песню грустную, свадебную, И посвятить ее всем молодоженам. Пока выносят горячее. Курорты летом закрутила роман, В сентябре ты вышла замуж, Вшла замуж, развелась ты. Но после свадьбы оказалось, что жить Придется с ним и с его мамой, Или мамой. Не пытайся теперь огурцы солить, Свой ковер на полу стелить, И самой варить мужу борщ. На балконе придется тебе курить, Если в доме живет свекровь. Будь хороший, невестный, пускай хоть лезть, Оставайся такой, как есть, Улыбайся, лица не морщ. Не вали, супы мали, используй жизнь, Если в доме живет свекровь. Постоянно смотрит фильмы о любви, Все тук-шоу и сериалы. Куда вы пошли? И до сих пор обращается с мужем, Как с грудным ребенком малым. Кормит ложечки, моет и сходит глаз, Одевает и каждый раз, Путер продает с собой. Держи в доме покушный гипроза плач, Если в доме живет свекровь. И никто не сумеет тебе помочь, Провести вдвоем с мужем ночь, В 10.30 у вас отбой. Ты убийства совсем совершить не прочь, Если в доме живет свекровь. Это называется соло. Не то, что у гитариста. За долбом мерзкий запах ее котлет, Не сходить даже в туалет, Всюду стрежка, везде контроль. Одевайся по вырезкам из газет, Если в доме живет свекровь. Говорит, что хотят ее обоградь, Так что прежде, чем в дом попасть, Не забудьте назвать пароль. Будешь часто терять на собою власть, Если в доме живет свекровь. О, 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 свекровь, свекровь, свекровь. О, 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 о! Вот это крутая песня. Она настолько крутая, что мы не будем ее играть, оставим ее потом. Мы тут недавно очень сильно всей группой. Кстати, между прочим, один из членов расстроившейся группы. Илья Павличенко, пожалуйста, поприветствуем его. На чем ты играешь? Как называется? Болынка. Константин Заборский. Александр Байбородин. И руководитель Московского театра Кошек Юрий Куклачев. Спасибо огромное. Итак, эта песня посвящается, к сожалению, распавшейся в прошлом году группе под названием «Ляпи Струбецкой». Давайте поаплодируем и проводим последний путь. И мы решили сделать им такой, как это по-русски, атрибют, хомедж, посвящение этой замечательной группе. И написали песню, которая называется «Советы начинающим распадаться группам». Когда группе нужно понять, что все, уже пора закахивать карьеру. Многим, я думаю, этот совет очень бы помог. И, допустим, группе воровайки. Итак, советы начинающим распадаться группам. Когда прописан в райбере валом картин для гитариста. Когда мечтаешь стать уже не музыкантом, а юристом. Когда ты прыгаешь в танку, ломаешь нос, никто не ловит. Когда твой клавишник буддист, трубашь, свидетель иеговы. Когда турне стоят подряд мытищи, турингой и сладцы. Когда в конверте злой басист шьет перкусси, а не сдавальцы. Когда сам пишешь клип говно под своим клипом на ютубе. Когда продюсер толстенький целует тромбониста в губы. Знай, это конец, группе конец, пора разбодаться. Вот, просит басист пять вещь за концерт. Когда приходят голые в гримберку женщины за сорок. Когда станешь в афише после лещерка и анилора. Когда про всех, кто в группе говорят, ну тот, который лысый. Когда продюсер снова спать за попу, называя чизой. Знай, это конец, группе конец, распаду готовьтесь. Браво, время пришло, обкормить снилс и прими комфортис. Зимой сыграем, так и быть, в Макитогорске. Вестой дадим, дебилоч, может, интервью. Окей, сыграем летом, мы на опен-эре. А осенью уж точно, братцы, у тю-тю. А осенью уж точно, братцы, у тю-тю. Когда сам продаёшь в пае свои же диски и футболки. Хотел на сцене мышц сожрать, а челюсти забыл на полке. Когда седой продюсер, веселясь, по клубам резво скачет. А зацелованный им автор текстов над контрактом плачет. Знай, это конец, грустный конец, закончи карьеру. Внёт, и я ухожу в кафе, в Афтанг, петь офицеры. Зимой сыграем, так и быть, в Макитогорске. Весной дадим, дебилоч, может, интервью. Окей, сыграем летом, мы на опен-эре. А осенью уж точно, братцы, у тю-тю. Зимой сыграем, так и быть. Весной дадим, дебилоч. Окей, сыграем летом. А осенью уж точно. Всё, дорогие друзья, прямо с сегодняшнего момента я начинаю сольную карьеру. Это гораздо выгоднее и безопаснее, потому что я уверен, что я не распадусь. Я не распадусь. Спасибо большое вам! Ну да, но всё-таки надо выполнять какие-то обязательства перед ребятами, поэтому мы уж так и быть доиграем этот концерт. Ну что же, следующая наша песня, это, по-моему, историческая страничка, да, Костя? Кого там высматриваешь? Да я вот думал, перед девчатами будешь обязательства выполнять? Я думал, ты продюсер, услышал про продюсера песни, высматриваешь. Где, где, где? Где этот толстенький человек? Итак, глошь. Да что такое с человеком? У него там, как у Терминатора, красное. Уничтожить, найти. Кто по билетам, кто нет, кто по спискам. Уничтожить. Ну что же, готовы дальше продолжать? Ты же читай! Итак, глом, историческая страничка. Покушение на Ленина. Вау! Был тогда на дворе 18-й год, 20-го века. На площади был народ, и слушали все одного человека. Ленин стоял на броневике, говорил про завод и про план пятилетки. Всей страны электрификацию он обещал. Вдруг откуда-то из угла появилась чернявая баба. Просочилась она сквозь толпу, расстолкала работников штаба. Вытащила пистолет, и зритель Геулянина и Рогова прицелила сисказала. Я так ждала тебя, Вова. Я так ждала тебя, Вова! Быстро всё произошло! Два быстрела, бах-бах! И вот ледит, ранит! В травму повезли его! И Володька успел прокричать в нашей бане! Ты прости, но надежда грубская! Моя любовь! Ваня Каплана! Была чуть-чуть нездорова! Ваня Каплана! Кричала снова и станула! Ваня Каплана! И мне наслышно в Комарова! Ваня Каплана! Я так ждала тебя, Вова! Я, хотя и тяжкий ранит! Чем бы приду, мне что? Скажу ей, ну здравствуй, Фаня! Она скажет, ну здравствуй, Вова! Надо как отношения завязывать, я скажу, ну как вы, батенька, живы-здоровы! Она скажет, а вообще, Володька, хреново! И начнёт рассказывать! Вот, к примеру, вчера приходил Дзержинский! Наживался, говорит, и стал танцевать! Оп, тоже мне, блин, Мастер Дзержинский! А пока я в Африкин, лучше, чем в фильме Гумер! Хорошо, что приехал, Вован! Молодец, что не умер! Я так ждала тебя, Вова! Я так ждала тебя, Вова! Спасибо! Очень нравится мне исполнять эту песню перед девушками, которые, наверное, не достигли ещё... Возраста Крупской! Возраста Христа! И они стоят, не понимая, о чём поют парни вообще! Какая фанника! Кто все эти люди? Но они же английский знатно! Они там, фанни смешно, они радуются! Смешной баклан, да, поют парни! Смешной баклан! Группа смешная, про смешных бакланов поют! То есть, когда мы клип снимать, надо прям просто птицу такую снять! Чтобы был коуп! Шесть минут птицы, да? И ты готов! А мы образовываем нашу молодёжь! Да? Да! Не все согласились! Специально обученные люди, которые пришли по фрискам, они согласились! Большая идея! Начинай! Дорогие друзья! Прежде чем мы начнём играть наш хит в студии, это один из многих из многих песен, которые мы написали сами! Она посвящается новогодним праздникам! Кстати, с Новым Годом всех! Рождеством с Ханукой! Со здоровым Новым Годом! С Крещением! Со всеми праздниками! Вас удачи! Большой Волк! Чтобы у вас всё было хорошо! С наступающим 23 февраля! С 8 марта! С 8 мая! С 12 июля! А там уже и день защиты детей не за горами! Которых надо образовывать! А следовательно! А следовательно скоро будет день рождения! Всех приглашаю! Вот! И короче говоря, мы написали песню о самом тяжёлом дне на самом деле в жизни каждого русского человека Это 1 января! Это абсолютно несуществующий день, которого как бы его нет в принципе! Вот! И мы подумали, что очень хорошо бы не училась эта песня у группы, которая явно... Вот! Это абсолютно та группа, которая собралась 1 января! Сто процентов! Это Биллис Бэнд! Это просто если посмотреть на голос, на лица участников, это стопудово! Какие-то тельняшки, какие-то люди с контрабасами! Это всё только 1 января может собраться! И поэтому мы написали песню в стиле группы Биллис Бэнд, которая так и называется 0101. Поехали! Есть день в году, которого в общем-то нет, Его проводишь, уткнувшись в мягкий и тёплый виникрен! Повсюду как будто торнадо прошёл, а следом армагеддон! Вокруг лежат люди, девушка, кто вы? В ответ я Антон, чей носок вазе для роз! Ох, Е-Е-Е-Е! Почему в моих исходящих Обама и наш завхоз Мне кажется, я забываю мягко говоря Что такое первое января? А ведь все начиналось нормально, куранты да президент О, в робке в шампанском, Калкин и Пасков, под елочкой презент А потом началось оливье на стене, у кару под рту конфетит Петарду в такси взорвали, фишком к финку хотели пойти Последнее, что помню, дерусь со снеговиком В клубе обнимаю мисс Мира, Чубаку и группу Ном И вот просыпаюсь на квартире, как опа-то упыря Вечером первого января 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 Вечером второго января Мою bonds Впервые! Февраль, марк, завремя, июнь, иллюруг, сям, иллюкс. Января! Вставай, я буду пьяниц! Ожжался опять! Третью неделю пьёт! Спасибо большое! Что такое «спись»? У нас есть песня про «спись»? Есть! Про «спись»! Спись, спись, спись! Мне нравится вот эта замечательная, интеллигентная петербургская публика. На одной песне она может показать тебе средний палец, на следующий уже большой. Ну а дальше уже пойдёт. Молчи, молчи! Зачем ты подсказал? Ну всё, теперь жди беды. Но слабо будет беда только мне, а я воробей стрелянный. Не будет беды. Зато ты узнаешь, как выглядят все его пальцы. Все три? Йоу! Друзья, я не зря сказал Йоу сейчас. Дело в том, что сейчас мы исполним наш самый большой интернет-хит, который набрял несколько миллионов просмотров, плюс один и считает мою бабушку. Это был настоящий петербургский, да? Филологический ответ рэперу Сяби, который так и называется, рэпер Сева. Кто знает слова, кто не знает, все подняли вверх руки. Давайте только не вот так, а вот так. И сказали, чё, чё! Три-четыре! Чё, чё! Плохо! Нас не заберут с поднятыми руками. У меня и говорил, да, сейчас мы слабо. Три-четыре! Ещё раз! Чё, чё! Да плохо ты! Ну ты по спискам пришёл! Давай! Три-четыре! Чё, чё! О! Молодцы! И так, рэпер Сева. Поехали! Опа! Идам и битье! Все мы здесь, я! Ха-ха-ха! Балтимика, прости, лошара! Кого? Кудацан? Дааа! А вы изобрели диссертацию? Закупил её, конечно! Иди, защищайтесь, по сути придёте и… Чё! Чё! Нет, нет, ничего! Чё! Чё! Иди сюда, пожалуйста, опа, эй-эй, это ж Сева на Невском Что там нам кричит? Наверное, на честном Чё, чё, нет-нет, ничего Чё, чё, иди сюда, пожалуйста, опа, эй-эй Мы бесевы, как без рук, без пяти минут, кандидат-паук От словарей и справочников я в их стаде Английский выручил без всякого мази Лекции по этнографии для меня счастья Меня зовут Сева, бонзуар, здрасте Мой попугай, говорит по-валидски Я не п***, у кого ай-ю низкий Большая советская экзаклопедия в туалете Живых журналов, штук пять в интернете Изучаю растения и весны, и п***шек Из дури вставляю гашек, Ярослав Гашек А жёлтый ретрофит, типа шведского кино Кроме меня, в зале нету никого Со мной вообще, наверное, лучше не общаться Если не прочь моего блока двенадцать Это не конец, ещё комплекты три припева Нет, ты не обманешь, аспиранты съела Чё, чё, нет-нет, ничего Чё, чё, иди сюда, пожалуйста Опа, эй, библиотека открылась Базон, я от нас интеллигенция в списке Чё, чё, нет-нет, ничего Чё, чё, иди сюда, пожалуйста Опа, эй, есть чему стремиться Назови, когда тут видно при Аустерлике Сидели на ходонке у одного парниша Я когда узнал, что он не согласен с Мишей Но мы его заставили, хе-хе, по приколу Повторить таблицу неправильный глагол Другой такой подходит ко мне близко-близко И заявляет, что не любит Белинского Но меня это не калычет, хе-хе, всякое-всякое Мало что ли быстро у нас на филфаке Не будь и корешок Аристотеля с Сократом А то, что слышишь, как я ругаться буду, Матом Сколько лет? О, ню-ню-ню-ню Твою мать Вот и все уменья я вам показал Как у вас там, пацан сделал, пацан сказал А теперь посмотрим, что ты, братан, скажешь На фортах, рефронтах, в Эрмитаже Чё, чё, нет-нет, ничего Чё, чё, иди сюда, пожалуйста Опа, эй, филармонии, мусяков Не считал фальзата Чё, чё, нет-нет, ничего Чё, чё, иди сюда, пожалуйста Опа, эй, шопы на аватаре Сейчас он будет золото электрохит А будешь мертвы? У него больше не будет И ещё раз на месте Чё, чё, нет-нет, ничего Чё, чё, иди сюда, пожалуйста Опа, э-хей Не любишь материалин? Сейчас получишь твою стипендию По-другому Чё, чё, нет-нет, ничего Чё, чё, иди сюда, пожалуйста Опа, э-хей Пацаны, погнали Чё, макушке Ты правда, что ли, бахли? А ты А где моя? Где моя? Давайте найдём в зале Штуку Севы Стоечка Штука найдена Она, да Друзья, спасибо ещё раз А где вода? Не знаю Штука найдена, но Что, контактные линзы ты теперь потерял, да? Посмотрите, пожалуйста Где-то возле сцены Должна быть парочка контактных линз Сейчас они очень понадобятся Иначе ничего не произойдёт О, минус 0,5, Сева, подойдёт? О, 0,5, нормально В одном глазу у тебя будет 0,5 В одном глазу будет 0,5 В другом 0,7 Нормально уже найдено Честь потеряли Небось Может быть, ты На кого работаешь? К сожалению, до тебя, видимо Друзья Сейчас ещё раз настрою Сейчас, секундочку Всё, настроено Итак, сейчас ещё одна наша серьёзная композиция Это романтическая баллада Если вы хотите, вы можете пригласить Вот этого человека потанцевать И вообще друг друга Давайте все пригласим его Нет, не надо Давайте Действительно, вы можете предложить Какие-то свои пары С кем вы пришли Или с кем не пришли Можете знакомиться Потому что это действительно Это романтическая красивая баллада Она так и называется Баллада о любви Оля Добавь, пожалуйста, романтической гитары Мне сюда, в монитор Спасибо И романтическую Романтическую революберацию Сейчас на микрофоны Очень важно будет Добавь, пожалуйста, романтической гитаре Твое Твоё танок свисает Твоё танок свисает Носишь ритузы Волосы вылезают Ну и мразь Вижу тебя и валюсь со стула Природа не просто Там отдохнула А уволилась Твоё место лишь в музее пыток Что ты делаешь среди людей Около тебя Ландыши сохнут Около тебя Голуби дохнут Около тебя У всех начинается диатез И энурез Около тебя Сельдью воняет Около тебя Шершень летает Около тебя Я понимаю, что раз ты здесь То будет жесть Эй-эй Тебя увидев Умер доставщик Пиццы Дети сидеют Маньяки Убийцы Прыгают с моста Чешешься рыбой Тушишься самогоном Твоя квартира Хуже вагона Пенза Воркута Увидав тебя Собаки Воют И пытаются Тебя Кормить Около тебя Около тебя Сыра и зябка Около тебя Около тебя Крестится бабка Около тебя Около тебя Всегда стоит Скорая МЧС Места Мисс С Около тебя Около тебя Коршунов стая Около тебя Около тебя Нету вай-фая Около тебя Около тебя Я понимаю, что раз ты здесь Но все это жесть Твою фотку с выпускного балла Не купила даже НТВ Около тебя Около тебя Паинька Сталин Около тебя Около тебя Пэшки нейтрали Около тебя Около тебя И я вспоминаю слова Расчет И геноцид Около тебя 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 И я как меняемый человек Закончу трек Эй Спасибо Все-таки настоящая романтическая песня Привлекает дополнительную публику в зал Я сейчас видел, как люди Из бара, услышав ёлку Бежали сюда Проникали Пробегают Ёлка, ёлка Потом Слова Что-то Не те слова Слова не те И причем сама ёлка прибежала Ой, я, я Не совсем Ну, а сейчас еще один наш любимый По-моему, все смеются сегодня над шутками Да Да Это такое ощущение, что Некоторые люди пришли и вообще не понимают Что на сцене Да, на что происходит Какие-то люди играют Какие-то песни С другими текстами С текстами И не очень И не очень На ёлку пришли Мы недавно выступали в Рязани И у нас публика была пьяная фсбшники Ну, вот здесь мужчина был Похож на неё сейчас Да, да, да Причем на жену фсбшника Да И там как бы мужики фсбшники были на самом деле Нормальные А вот жены их Они жгли не по-детски Одна из них особо отличалась И так было, наверное, где-то под 60 Она такая маленькая, кривоногая Очень страшная С такой химией какой-то хной Она всем показала И говорит Вы задолбали И так Вот так вот Она подошла к Илюхе И говорит Эй ты Эй ты На что Илюха Палец в рот-то не клади Ну-ка Он говорит А может ты отвалишься с сцены Жене фсбшника А она А прахни ты А вы И такая цена Вдруг стала приличная Очень смешно была Ну вы-то не такие Вы-то смеетесь Вы-то принимаете Аплодируйте Хорошо Итак, эта песня посвящается Чиновникам, которые Но не современным чиновникам Которые жили на территории Где-то здесь Лет так 600 назад Прошло 2 часа Это мы не начинаем Потому что аплодисментов нет Нет, тиховато для начала Тиховато Уже лучше А ты умеешь заводить Не смешно Что ты на репетиции так не делаешь Я хочу еще поиздеваться Вот этим человеком Давай-давай Я тебя толщу Мемажорчик Сиди, давай-давай Чуть позже Прошло еще 3 часа Это мне кажется Вся из вас как воздуха Вы пропустили, вам там не видно Сейчас тут был краб фламенко Давай покажи мне А, краб не может показать факт О, да ты не краб Отрастил во время танца Отрастил во время танца Специальный краб фламенко, который во время танца отращивает Третью половину ключей Во время фламенко Во время фламенко Исключительно В период фламенко у краба фламенко у крабов отрастает В период фламенко у крабов отрастает В период фламенко Сегодня волшебный вечер Что, что, что? Все, вы задолбали Ну, началось Все, поехали Давай играй мимажор С другой стороны Мне понравилось Были такие чиновники в Древней Руси Вместо «Привет» говорили они Бойни, сифий, шабрик Городы клином носили И шапни в два метра Избреженья заря Пускали по ветру А кто же это был? Боярин! Эй-оу! Боярин! О-о-э-оу! Опять По лады идут По риску На царство ведут В нашей стране собирали И Дани оброк Не пускали до пара Монгола по ни до порог Пили на царском перу По четыре литра И знали прекрасно Кто на самом деле Лучше в мире Боярин! Эй-оу! Боярин! О-о-э-оу! Бухали Ложились в кудру Как крабли Давали На чай гуслиру Заглянив критиков Команитам Почти что на каждой картине висят Перед псевдосиком Разные оперы Их добавляют Кэнтошиш, кэнтошиш, кэнтошиш И в Иване Васильичу Тоже не взялая куча Боярин! Эй-оу! Боярин! О-о-э-оу! Боярин! 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 Боям-е-оу! Боярин! О-о-э-оу! Восемнадцатый век наступил, Петр первую реформу устроил и бороды сбрил. Нету бояр у нас больше, я сам чуть не плакал, Пару людей посадил, с наслаждением бы дакал. Уважаемые друзья, Модест Мусоргский, Борис Годунов. Бояре, э-хо, бояре, о-э-хо. Ну что ж, на эту войну закончим мы песню свою, А я, пожалуй, пойду, я больше играть не могу. Спасибо огромное! Грузья, скажите, пожалуйста, а кто вообще первый раз на нашем концерте, первый раз в жизни? Так вообще не понимаете, что происходит? Короче. Дело было вдалеком 1862 году. Даже не знаю, с чего начать. Ну, короче, мы группа, которая перебивает песни. Надеюсь, вы это поняли. Ну, у нас есть, помимо того, что мы пишем пародии, ну, в основном, я люблю издеваться над чужой музыкой, мы пишем еще свои композиции, ну, в стиле какой-нибудь группы. Сейчас прозвучит одна из них. Мы однажды подумали, вот что бы было, если бы музыку к мультфильму, как называется, «Крокодил Генн» и «Чебурашка», помните такой мультфильм? Просто Фанни Каплан можно не знать. Ну уж «Крокодил Генн», уж извините. Короче, «Крокодил Генн» — это такие гриффины, только из пластилина и советские. И вообще про другое. А как еще объяснить, я не знаю. Ну вот. И, короче, и мы подумали, что бы было, если бы саундтрек, нельзя говорить, ну, можно говорить саундтрек, к этому мультфильму написал Илья Логутенко и группа «Мумий и тролль». Получилось бы примерно следующее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Неуклюже бегут пешеходы, лужи вновь кровавые претерпевают. И только тот тратит время зря, кто людям помогает. Помогает, когда ты прибыл, ушастый друг, в Афельсик из Владивостока. Он вложился в дом, но не уложился в срок. Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Не с первого раза открывают дом дружбы, а с первого сентября. Ляг, старушка, превышай, чебурок. Все с тобой на удачу прохожие, на гармошке я. Слезы нет, но я не отмаживаю. Шаблок, ляг, старушка, ну дела ты за мою му. Смотри на звезды, у вас нет, а где бывает хэппи-гер? Мы вам спели, мультяшный санец, это здорово, офигенски. Но нашей группы не будет, нашей группы нет, если в суд подаст успех. Это автор. Ляг, старушка, полный швар, укончился запас мой словарный. Буду пить, что придет в пашку. Как всегда, помидор, плед пожарный. Робоков, целитель, скоробей, ай, чего ты жёшь, ты сама попроу. Сторим на пятьсот рублей, что не сможешь спичать. Шарфаклок, лай, 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 жалалалай. Шарфаклок, лай, 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 лалалалай. Голд réцд回! А сейчас хардкор. Мы подумали, что мы хотим исполнить самую лучшую песню, которая существует в мире. Что это была перепевка, но это был вообще самый лучший трек, который вы когда-либо слышали. И мы решили взять все лучшее от западной музыки и все лучшее от русской музыки. И мы подумали, что не было за всю историю западной рок-музыки лучше группы, чем Курт Кобейн и группы Нирвана. И не было лучше никого, более выдающегося в артистах русской музыке, чем Стас Михайлов. Итак, музыка Курта Кобейна, слова Стаса Михайлова. Все as you are. Все для тебя Все для тебя Рассветы и туманы Лишь для тебя Все для тебя Моря и океаны Лишь для тебя Все для тебя Цветочные поляны Лишь для тебя Все для тебя Все для тебя Горят на небе звезды Океаны И поляны И туманы Мы в твоей судьбе Лишь ты и я Плывем два белых корабля Играя с волнами Зубы Лишь только ты И я Океаны И поляны И туманы Для тебя Родная женщина моя 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 Океаны Океаны И туманы И туманы И поляны И туманы Родная женщина моя 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 Думаю на этой звенящей ноте Можно и завершить наш перформанс Родная женщина my Родная женщина моя Родная женщина моя Родная женщина моя Снова наша песня посвящается еще одному выдающемуся артисту Это Владимир Семенович Высоцкий Давайте его Поприветствуем Но мы подумали, что бы было, если бы Владимир Семенович жил в наши дни, какие хиты ему нужно было исполнять. Наверняка он не мог бы петь какие-то свои песни, наверняка. Ему нужно было что-то... Извините. Три кофе в баре. Салага, салага. Вот. Это что такое? Это не ты. Фонарь кидается. Это бутылочный в стеной кидающий. Это друг Ильи. Илья. Друзья, кидайте только больше, пожалуйста. Наверняка... Что притикли-то, граждане? Наверняка ему пришлось петь какие-то песни, которые он не мог бы хотеть сам петь, а находился бы под давлением продюсеров. И мы подумали, что бы было, если бы... Ну, чувак, блин, поведи концерт полтора часа. Посмотрим, какой ты будешь. Тем более, тут у меня краб фламенко танцевал. У меня сейчас вообще в голове... Непонятно что. Я после этого вообще никогда не буду прежним, понимаешь? Сейчас пойду и на вокзал, и буду там колодца и жить неделю. С тобой можно? Чтобы забыть. И меня возьмите. И мы подумали, что бы было, если бы Владимир Семенович спел какую-нибудь современную песню. Допустим, песню группы «Градусы голая». Нравится мне, когда ты голая по квартире ходишь и несомненно заводишь. Нравится мне, с тобою сутки не выходить из квартиры. Ты лучше я в целом мире. Нравится мне, нравится мне, когда мы смотрим с тобою фильмы. Хоть они и дебильны, и даже во сне. Нравится мне, что ты с меня одеяло стянула и меня даже продула. Но мне плевать, если я заболею. И я сам себе поставить банки сумею. И мне никого, блин, не надо. Лишь бы ты. Один окон, а я рядом. Мне никогда не будет скучно с тобою. И я даже в твою честь планету открою. А пока она тебе будет снится, Приготовлю для тебя Огромную пиццу. Спасибо. Следующий наш хит требует небольшого репита. Вы знаете, из-за того, что совершенно непонятно. Мы недавно выгустили видеоклип, и он вызвал какую-то бурю в речевых эмоций. Вы знаете, хотя нам кажется, что лично, что это абсолютно наша стандартная такая, знаете, песня. И она никого не обижает. Наоборот, она такая филологическая песня. Там очень много веселых синонимов. Там очень много веселых синонимов. И вообще эта песня веселая. На самом деле это филологическая песня. Тем более она посвящается, она не обижает никого, она посвящается прекрасному человеку, великому советскому и странному. Который снимает штаны на сцене все время. И не только. Это сделал бы что, что он делает вне сцены. Ты бы вообще ужаснулся. Но мы про это ничего не говорим, понимаешь? Сева, это знаешь только ты. Мы говорим в принципе только про то, как он появился на новой волне. Вы знаете, а Валерий Яковлевич Леонтьев, он на новой волне, он появился... Первые ряды тошнит, Сева. Уже давно я это не заметил, так что ничего не изменилось. И вы знаете, мы подумали, что... Красные носки, пожалуйста, красные носки. Что почему бы не спеть песню о том, как Валерий Яковлевич появился... Нет, ребят, серьезно, человеку 65 лет. И он появился с таким в штанах, а то сейчас напихаю сюда из живых шиншилл 3 штуки. И это будет все равно не то, что... Это все равно будет не то, что... Но появился он на новой волне примерно вот в этом вот. И вы знаете, это произвело на нас... И репортеры не снимали, что он говорил, и лицо не снимали, снимали только вот это вот. Снимали только вот это вот. Поэтому сейчас мы бы... Нормально? Да, есть, да, нормально, да, ничего? Все, а может Ксане лицом петь песню? Ха-ха-ха-ха! Не надо, да? Но его стошнит на барабаны, но будет мягкий звук тогда все равно. Зато шоу! Зато шоу, действительно. Как это, Джастин Бибер, да, блевал на концерте? Вот, у нас будет барабанчик плевать. Вот. Но... Джастин Бибер натошнила от собственных песен. Просто. Вот. О чем это я? А, и мы... На нас-то произвело такое впечатление, что мы решили написать песню про Валерия Яковлевича Леонтьева, а точнее про его, как он его называет, мой дельтаплан. Недорого отдам после концерта. Договоримся. Итак, поехали. Валерий Яковлевич Леонтьев, он же просто вял. Ха-ха! Ха-ха-ха-ха! Смешина! Я стою на сцене и фигачу Под ручьем в рыбацкую Одет я в сеть Одет я в сеть И я уже на пенсии лет десять Но, Билан, не выдержит и пять минут По небу шоу А почему не сравнится со мной Над мою нет зеленый А потому, потому, потому Что у меня член огромный Эй, Джастин Бибер, заканчивай петь К черту твое сознайство Время пришло всеми миру узреть Дедушкино хозяйство И я верчу, 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 верчу На нем все юные толоты И я кладу, 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 кладу Кладу его на новую волну Бой, сморчок, моя боеголовка Штык, конец, родная брючная змея Вот она Шланг, игла, достоинство, женилка Болт, ковец, коряга, флейта, инструмент Глубиномер Мой щикотун, мой тукан, мой малыш Мистер Валера младший Мой кузнатер, каркалыка, келдыш Гиперкрасавец снежный И я даю, 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 даю Чтоб сделали мне сок из сельдерея И я ношу, 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 ношу На нем концертные костюмы Когда заполнен гардероб Штуцер, банан, шутильник Векши, печок, шутильник Дулы, движок, сотейник Клуб, пирожок, лазейник И я хочу, хочу, стоять, что декогда Что декогда и гонкой пить Когда выносят черный ящик И я махал, махал, махал в большом театре Перед оркестром И тот играл как никогда И я внедрю ему на флор Чтобы использовать его вместо трубы Подзорной или перископа И я показываю фокус Я беру и зажимаю его между вскорниками Други, 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 други И поливаю все водочниками Снова холодный А он горит Спасибо! 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 Фу! Ну как вам? Все для вас Все для вас Этот дождливый субботний зимний вечер Теперь Пожалуйста, покажите вверх большой палец Если вы хотите, чтобы носки остались там, где они есть А и большой палец вниз Если вы не хотите, чтобы они там оставались Давайте, давайте Ну-ка, ну-ка Так, Ник, так Раз, два, три, четыре Так Носки мастай! Списочных не считаем Так, раз, два, три Ну, вы знаете, мне как-то неловко Все-таки действительно Ведь может начать тошнить людей Поэтому я лучше Или дело не в носках Все, мы тебя оставим залом, да? На несколько мгновений Да, окей А мне можно оставить эти брюки? Или это еще не надо? Как думаете? Снимать? Снимать и это тоже Нет, ну, надеть мне есть прежний или не надо Ладно, мы уже все равно скоро заканчиваем Поэтому Следующая наша песня Это суперпесня Это суперпротестная песня Она посвящена Извините Она посвящена Покажи всему миру свой протест Окей А, смотрите, между прочим, подходит Видите, тут пятнышки Тут пятнышки Мне кажется, я оставлю так Чтобы вы там не думали Эх Это протестная песня Против реформ русского языка Она называется Мой кофе и мой договор В реформе русской речи Извращался кто как мог Он варьируется нормально Есть и творог, да? Есть как бы творог, да? Но меня не убедите Бесполезен этот спор Это мой кофе и мой договор Говорить могу я начать И углубить весь абсурд Представлять отчет за квартал И на стол нажить ягод Может, мастер мне позволит Вешать лампу в календур Но это мой кофе и мой договор Покачиваем руками Покачиваем руками Закротеста! Покачиваем руками И я не позволю Этим настоящим трансвеститам Извиниться к вам Издеваться на нашим языком И если дальше дальше продолжится Еще немного И мы перейдем На латинницу Протяну кольцо невесте Весь под жилками тряся Скажет тетка Дорогие, прочащиеся К тетке подойду поближе И в петли в любую полу Весья там мой кофе Весья там мой кофе Весья там мой кофе И мой договор Теперь вы! Весья там мой кофе И мой договор Оу ее! Мой конец Ты мой договор Оу я! Спасибо! Ну что, мы действительно потихоньку будем закругляться Спасибо огромное, что вы всё пришли! Не слышу! Не слышу! Что мне опять носки запихнут, что ли, я не понимаю. Чтобы вы все замизжали! От ужаса хотя бы. Ой, и знаете, мы когда начинали, одна из наших первых пародий, я объясню, в каком мы состоянии были. Мы писали эту песню в тот момент, когда мы думали, что «Чай вдвоём» — это крутая группа. А я сейчас так думаю. А что нет, что ли? В гримерке поговорим. Они распались. Слава Богу. Мы ждали, мы ждали. Вот ты сказал, что ты не распадёшься, а вот ты на себя посмотри через сорок лет. Я сейчас распадаюсь на атомы. Как можно было подготовить меня как-то? Нужно было пойти со мной в бар налить мне, поговорить. Мне нужно тебе кое-что сказать. Я скажу, кто ты? Ты говоришь, не важно. У меня есть информация. Денис Клявер — кто это? Костюшкин — кто это? Чай вдвоём — что? Распались? Слава Богу, сказал бы я. Надо бы подготовить меня к этому. А сейчас ты сам виноват. На самом деле мы практически распались же в этом году. 1 января это случилось, да? Потому что мы встретили Новый Год так, как вот… Нет, вот я просто вкратце. Нет, не вкратце, даже в общем. Говорят, как встретишь… Ожиделись! Окей! Так вот, говорят, как встретишь Новый Год, так его и проведёшь. Так вот, в нашем случае после этого хочется сказать… Не дай Бог, прости Господи. И это правда. Илья убил ежа. В Сочи. Для начала. В Сочи, что самое худшее. А в Сочи это запрещено. Так, в принципе, можно. Ну, просто законы Сочи. После Олимпиады вообще жесть. Итак, эта песня действительно была написана, когда мы думали, что человек вдвоём — это крутая группа. И песня эта посвящается ныне забытому магазину, где можно было круглосуточно купить алкоголь. Без всяких ограничений. Он так и назывался «Продукты 24 часа». Танцуем! Раз, два, три, два! Раз, раз, раз. Танцуем, я сказал! ТА-РА-РА-РА-РА. Вот так вот. Беремо. ТА-РА-РА-РА-РА-РА-РА. Моя салья… Сидим втроём. Сидим втроём. У нас закончилось бухло За ним пойдем, пока еще не развело Берем пакет, и хоть и пьяные в свет дым Мы в магазин идем с названием простым Двадцать четыре часа магазин продукты Двадцать четыре часа там и водка, и фрукты Весь не работают в ночь ни находка, ни тикси Только двадцать четыре часа Томатный сок, томатный сок Фисташки, сыр и огурцы И дружелюб, и дружелюбные за кассой продавцы Их не проси, их не проси Сказать, почем здесь виноград Они по-русски не особо говорят Двадцать четыре часа Каково заведение Круглые сутки нон-стоп Чисто наше явление Двадцать четыре часа Нет такого в Европе Там все максимум до десяти И все вместе Раз, два, три Двадцать четыре часа У-у-у-у У-у-у-у У-у-у-у-у Сухарики и колбасы У-у-у-у-у-у-у Они уже не eth Выпейте медля, тогда вам в 24 часа, только в 24 часа. В свои пионерские годы. Под такой саундтрек они происходили. Это что? Оль, замутируй пока комп. Пока замутируй. Ну, в общем, несмотря на технические палатки, вернее, благодаря технической палатке, потому что у нас... Что я смешного сказал? У нас на сцене беда. Что смеешься? Я шучу. Смейся, смейся. Садится аккумулятор, поэтому у нас будет такой фон. Мы играем под... Всё! Не хочу ничего слышать. Мы играем песню. Это уже второй вопрос. Мы будем сейчас играть песню, а про Купчину мы не учили, к сожалению. Давайте я быстренько вас спою. Мне присядно с неба Купчина, мне присядно пьяный грустный бомж. Сам всё равно туда ты попадёшь. Ты по Купчину ночью не уходи в единочку В пустырь. Килосы... Килосы... Блстырь... Ла-ла-ла-ла... Ла-ла-ла... Ла-ла-ла... Ла-ла-ла-ла... Ууууу... Вы знаете, и нам бы хотелось попрощаться с вами вот этой песней. Вы знаете, вот поаплодируйте. Кто читал роман «Мастер и Маргарита» когда-нибудь? Так, раз, два, три, четыре, пять. Ладно, значит, поем. И для остальных скажу, это такая была книжка. «Малышка». Да, ну как «Малышка», там было глав 25, наверное. Это только первые книги. Вот, и там, короче, был плохой вот такой сатана, да? А вот был хороший. Наоборот, села, сатана хороший. А, да? Да. Сатана хороший, поиграл с хорошей. А, ладно, это, наверное, будущее хит. Я сейчас сочиняю прямо на ходу, неважно. Так вот, что я говорил? А, ну вот, и вы знаете, мне хочется, чтобы все наши неприятности, Костя... Оля, включай ком. Вы знаете, чтобы мы вот, как вот свита Воланда, улетала с Воробьевых гор, так вот и мы стояли, как мастер и мэргейты, и смотрели, как все наши неприятности улетают куда-то туда, знаете, вот, вместе со старым годом. Вот нафиг их, вот они улетают, и хорошо. Вся эта чернь, вся эта... Ну, короче, все плохое, вот, как будто это вот олицетворяет пол от своего света. Вы знаете, и мы так стояли на Воробьевой горе, махали им ручкой и прощались с нашими неприятностями, и кричали с ним, Улетай в Фуаланд! Верлиос мне говорил, зря пришли мы на пруды, А ну, что, видишь, убегай! Разлила она напрасно, здесь подсолнечное масло, Перережет бошку мне от трамвай. Воу-воу-воу-воу-воу! Нету мастера здоровья, Виновата во всем коровье, Поскорее, Волан, улетай! Улетай, Волан, улетай, Волан, улетай! Улетай, Волан, улетай, Волан, улетай! Будет не в других завод, чем гоняться за котом, Лучше ты пирату яду дай! Это был такой провизи в древнем риме! Смотри, окно открыто, улетела Маргарита, Ну и ты ей пору не давай! Куда ты пошел? Волан, улетай! Волан, улетай, Волан, улетай, Волан, улетай! Это Зазела, поскорее, Волан, улетай! Улетай, Волан, улетай, Волан, улетай! Улетай, Волан, улетай! Друзья, спасибо огромное, что вы пришли! Бас-гитара Илья Павлюченко! Гитара Косатин Заборский! Барабонный Александр Пайпородин! Ребята, голос! Молодцы! Меня зовут Сева Москвин! Спасибо! Счастья вам в Новом году! Всего самого лучшего! Вы знаете, мне так понравилось, как музыканты подают голос. Давайте еще раз, ребята! Один настоящий профессионал! Вот чему говорить обо мне! Ну что же, дорогие друзья! Спасибо Оле, супер-режиссеру! Спасибо фиш-фабрику! А теперь поем вместе с нами! Два, три! Улетай, Волан, улетай, Волан, улетай! Нет, не сейчас надо было, вот сейчас! Три, четыре! Улетай, Волан, улетай, Волан, улетай, Волан, улетай! Улетай, Волан, улетай! Спасибо огромное, что пришли! Это Брагуф Паглон! До скорых встреч! Спасибо вам! Брагуф Паглон! Что вы хотите, чтобы мы сыграли? Ну, на ваш страх и риск, я у меня прединфарктное состояние, так что и человек не молодой, ну, в принципе, то же самое. Поехали. Итак, песня называется «Сам себе режиссер» об отважном человеке, который пошел и снял... ...своими силами собственными. Да, ты помнишь, да, Милева? Солнышко, лесенка, ты помнишь аккорды? Я понял, да. Оля, а если я оставлю включенный ноут, будет совсем плохо? Сейчас забудьте, сейчас вот сверкалка, как люди в черном, все, этого не было ничего. Сейчас все узнают, что мы под фанеру играем. И Оля никакой нет, это Костин выдуманный друг. Вон Оля сидит, давайте поаплодируем, я и на самый лучший зарегистр в мире. Спасибо! Сейчас наверху будет типа второго голоса. Я не скрою, денег стоит, чтоб киношку снять достойно. Пик моментов с Михалковым, все с бюджетом непикабы. Я придумал план коварный, при затратах минимальных. Я буду в фильме главный актер, я сценарист, я режиссер. Смой мой и пленка моя, свет мой и оператор тоже я. Реплики мои и фабула, мои штативы и камера. Смой мой и свет мой, грим мой и пиротехника моя. Смой с эффектами все, и музыка. Учился, что ли? Зря он, пусть я лам. Как приятно, просто супер, самому кричать в прикольной руке. Отвози и себя на реке, дам тебя снимать по своей книге. Сам собою, зоопродюсер, сам себе дублер, сам разоблюсь. А я режиссер и второй режиссер, водитель, актриса и монтажер. Монтаж мой и склейка моя. В титрах и в массовке всюду я. Дистрибьютор я, реклама я. Моя пиар, компания все. Субтитры мои, триллер, тизер, угадайте чинь. Фостпродакшен мои, ну что еще? Да ё-моё, тут все мое. Не надо тратить лишний миллион рублей. Не надо мне спать продюсером с дурацкой фамилией. Я сам себе с него, у зынького кина. С себя самого веду тусовку, где тут у вас она. Могу в журнал, статейку накатать. Я все могу и сразу и в лице заревашу мать. По красной дорожке пройду все равно. Ну-ка, нах, я все выкуси, то с кино. Фильм мой будет любим. Вклад мой в искусство не соизмерим. Не Валерия, не Романика. Но тоже так, нормальненько. Оскар! Канны! Берлин! Еще Оскар! Не капуйся меня. В кик мой не отрекайся от меня. Золотой орел, прости меня. Венеция, люби меня. Концерт окончен, съемки тоже. Всем спасибо! Спасибо! Спасибо, друзья! Ждем вас снова. Вступайте в нашу группу. В смысле, не сюда, ни в коем случае. Тут уже тут хватит народу. А в нашу группу ВКонтакте. На Ютубе наш канал. ВКонтакте меня найдете. Всех-всех-всех. Покупайте наши диски, старые вещи и струны. Станы! Да, и штаны! Старые вещи, я же говорю. Это новая. Вот, спасибо, пришли. Ура! Ура, подрад! И нам тоже. Пока! Спасибо огромное вам! Поклон, 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 чуваки. Я был один раз в филармонии, там вот так вот делаю. Поклеп, поклеп, поклеп. Там, короче, встает вот такой чувак, который спиной стоял. Он так поворачивается. Поворачивается. Что-то он делает. Что-то он делает. Что-то он делает. Поклон, чувак! Спасибо! Спасибо! Поклон, 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 поклон. Спасибо! Спасибо! Продолжение следует...